Спасатели ищут любителей шашлыков и поджигателей травы с помощью квадрокоптера. Беспилотники запустили над садовыми товарищами и посмотрели, кто разводит костры. В области действует особый противопожарный режим. Разводить открытый огонь запрещено. А можно ли жарить сейчас? Шашлык и грозит ли за это штраф? Маргарита Хижняк разбиралась. Не надо двери закрывать. Почему-то упаять у меня. Мы вместе с сотрудниками. Отбиваясь от журналистов, семья дачников отстаивает свое право на шашлыки. Мужчина развел открытый огонь на своем участке и уверяет, о запретах не знал. Это в лесу нельзя. Я читал это. В лесу нельзя, там еще где-то нельзя. Но я-то у себя на участке. После недолгих споров садовод нехотя заливает мангал водой. Мужчине показывают постановление губернатора и выписывают штраф. С 1 мая в Челябинской области введен особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено разведение любого открытого огня. Предупреждающие СМС-сообщения от МЧС о том, что за любое право нарушения грозит штраф, пришли всем жителям Южного Урала, в том числе и мне. Профилактический рейд. В Сосновском районе проводят сотрудники МЧС и полиции. Проверяют садоводов, ориентируются на дым и запах гари. Всем жителям раздают специальные памятки. Близким расскажите, детям особенно. Обнаружить огонь на расстоянии помогает квадрокоптер. Специальная служба МЧС запускает беспилотник. Этот квадрокоптер оснащен тепловизором. Он может определить даже маленькое возгорание со стопроцентной точностью. Подвесное оборудование, которое вешается на квадрокоптер. Чем ярче, чем жарче точка, тем ярче, красивее картинка на планшете. Дыма не видно. Пожаров тоже, слава богу, не видать. А в национальном парке Таганай обучение проходят госинспекторы. Новобранцам показывают оснащение пожарной машины, объясняют, как пользоваться противопожарным ранцам. Открываем крышку. Здесь сеточка. И для того, чтобы, если вдруг придется набирать воду из какой-то лужи, ставим сеточку и специальным стаканом, который мы показываем, зачерпываем воду и наливаем сюда. Этими ранцами удобно пользоваться в труднопроходимых местах. Там, где техника не проедет, нужно идти пешком. Обучение проходят и сотрудники нового нацпарка «Зигальга». Начинается сезон лесных пожаров. В регионе неделю будет по-настоящему летняя погода. Особый противопожарный режим, установленный на сей территории, запрещает разведение костров, сжигание мусора, травы, схода растительности, а также приготовление на открытом огне пищи, то есть мангалы. Напомню, особый противопожарный режим в Челябинской области продлится до 25 мая. Разведение открытого огня запрещено. Штраф для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей. Маргарита Хижняк, Надежда Головина, ОТВ.